И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Seven Horizon Zero Dawn, Элой, немножечко в своем китайском костюме, потому что иначе это не назвать, как мне кажется, и здоровья которого нет, к сожалению, но именно с таким здоровьем мы пойдем выяснять, что и как на одинокой скале, по пути, я надеюсь, выловим хотя бы немножечко травичек, еще, конечно, лучше бы вот так вот сперва, чтобы хотя бы было понятно. Потому что, черт, местная система указаний, указателей, точнее, она довольно странная. Так, я думаю, кстати, вот после того, как мы выясним, что с этой женщиной, потихоньку начнем продвигаться как-то, может быть, откроем вот это вот для нашей, тем более, что он, я так понимаю, предпоследний у нас, да? И вот отсюда уже можно будет продвигаться потихоньку сюда. Можно было бы, конечно, так проделать, но я хочу все-таки закончить с этой женщиной, поэтому да. Но на самом деле Меридиан не так далеко. Так что, да. Ух ты, нифига себе. Это где-то она такая стоит красивая? Где-то вот... Кстати, да, здесь еще зараженная зона. Так что туда бы тоже неплохо бы как-нибудь заглянуть. Слушай, я надеюсь, мы на эту башню когда-нибудь заберемся, было бы прикольно. Слушай, а вот это не Меридиан, Ли? Вот прям вот по центру. По курсу, точнее. Ну, вообще, вполне возможно. Ну-ка, отдай-ка я посмотрю. Да, слушай, это он. Смотри, какой большой. Ой, блин, это серьезно? Ой, может не надо, слушай? Можно я так бочком, 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 бочком? Вот чего бы мне не хотелось на себя агрить сейчас, так это тебе. Идет прям по дороге, главное. Ух ты, что это там такое впереди? Хороший вопрос. Здесь есть... О, я так и думала. Так, кровь и ошметки. Раздает коды на жертву 666. Сегодня мы хотим порадовать самых суровых мучителей особым подарком. Бесплатными кодами на ранний просмотр жертвы 666. Вместе с нашими рецензи... Рецензен... Рецензент... Рецензентами, господи. Ужас, какое слово-то страшное. Вы сможете оценить новую часть эпохального голоса сериала от Джону Уан. Говорят, на этот раз кровь будет лицарикой, так что не упустите свой шанс. Чтобы получить один из 66 бесплатных кодов, зайдите на сайт. Такой-то крикните во всю глотку. Хочу, чтоб летели ошметки и... Да, неповрежденные. Кстати, а вот это что такое? Порванное письмо. Мои дрожащие марионеточки и шестереночки. Вы, мерзопоганые, не смогли меня поймать. Опять. Я бы посмеялся над вашими жалкими попытками поймать меня, если бы не одно так... Если бы не был так занят на матовой круге вокруг вас и ваших следопытов. Довольно. Признайте свое поражение. А еще лучше убейте меня, чтобы я больше не тратила на вас время. Без малейшего уважения дарвал. Ага, это там, видимо, записку я нашла в мастерской. Но так как там творилась дичь, я ее так и не прочитала. Вот они сейчас пойдут, напрутся на этого дебила, и мне их придется спасать, да? Уйдите в жопу. Хотите смерти, идите вперед. Без моего участия. Они же именно это и сделают, да? Ой, дебила, не могу. Гордые идут на смерть. Слушай, а она там одна такая записюлька была? Да, я что-то так сразу побежала отсюда. Ну ладно. Так, давай-ка. Удивительная трава растет везде. И в снежных горах, и практически... Ну, не в пустыне, но... Вот в таких вот местах. Прям спасение. Так, ладно, это мне не нужно. Опять эта фигета там летает. Подъедаются, смотри. Что такое? Не поняла? А, я так и думала, что это они, слышу, стрелы свистят, и, по-моему, даже мимо лица что-то пролетело. Ты едешь? Я сейчас тебя спасу, мой хороший, верный боевой конь. Иди сюда скорее. Иди сюда, я тебя спасу. Иди сюда. Нет, нет. Я надеялась, что все-таки получится как-то так сделать. Раньше мне не получалось вырываться. Ну, куда там. Я хотела тебя спасти, ты мне не дал. Ну, нет, так нет. Кто еще хочет умереть? Ну, что, что остановилось так не вовремя? Пукнул такой напоследок. Надо же, в этот раз мне кто-то помог. Ну, они, конечно, шли по пути. Шли по пути. Ну, поняли. Но в кои-то веки. Не я бегу к кому-то через полкарты, а ко мне подходит и что-то там делает. Я думала, что это не когда-то кончится. Плакала моё здоровье? Да ладно, что вы бежите-то? Я уже отошла от вас. Случай. Случай. Долбит, задалбывает. Долбит, задалбывает. Ласта мне и не хватало тут. Ага. Черт. Вот так всегда. Крабопауки эти долбанные, я смотрю. Крабопауки! Так, ладно. Еще один. Ой, а что это как-то так вышло? Ой, тут-тут-тут. Красота. Так, ладно. Этот далеко, этот ближе. Долби его, видимо, самым копьем. Ой, ой, ой. Главное, в последний момент сам увидела, господи. Бывает. Она такая, какая-то полусамонаводящаяся, потому что летит в любом случае как-то примерно в тебя. Почти попал! Вот странно, она наводится, конечно. Да ладно, я же должна была туда попасть. Как-то очень странно оно работает. Во! Целилась, когда туда, не попадала. Когда целилась в какое-то другое место, попала туда. Мистика. Ой, это песчаный бурь, господи. Мне не очень нравится эта пустыня, не потому что она... Какая-то песок. Да уж. Не потому что оно там некрасиво или еще что-то. Просто оно как-то... Я не люблю вот эти вот все... Я люблю фильмы про Дикий Запад, я люблю тему Дикого Запада, но, блин, вот эти места я в них долго не могу находиться, потому что этот песок, вот эти кактусы... Мне пришло больше лесочек, горы... И вот всякое такое. А вот здесь мне прям неуютно. Я здесь себя чувствую, здесь не в своей тарелке. Может, поэтому я мажу? Хотя я не знаю, как это связано. Наверное, никак. Ну, как-то мне тут не сильно нравится. Я себя чувствую тут неправильно как-то. Все не то и все не так. Верните меня обратно в зеленые края. Здесь слишком много открытых пространств. Меня вот еще что смущает. Так, мне туда. Вообще-то. Ой, блин, серьезно. В тележке цепи. В какой тележке? Сейчас должен быть мем с маленьким негритенком. Какая тележка? Если это западная, надо действовать потихоньку. Угу. Чаще-чаще. Слушай, а я их могу подчинять? Я не помню. Могу. Не двигайся. Теперь ты со мной. Нашим врагам не повезет. Вообще довольно тихо для западней. Да? Час, класс. Вот схватись, да, казалось бы. Запрыгни. Да нет, куда-то. Ладно, обойдем. Выглядит, как обычная застава. Надо тут осмотреться. А, вот. В тележке цепи. Как-то тут... Уже наскучило скучать. А мне наскучил твой треп про скуку. А мне наскучили твои жалобы на мою скуку. Я жаловался не на то, что тебе... Стой, чужачка! Что ты здесь делаешь? Префект Заид сказал, тут разбойники похитили девушку. Знаешь, где их искать? А, Заид тебе сказал. Никаких разбойников тут нет. А подружку свою сейчас отыщешь. Нам новенькую прислали, ребята. Ну-ка, скрутите ее и свяжите. На нас напали. Я вижу врага прямо перед собой. Крокодильчик! А, он с той стороны остался, что ли? Ну-ну, давайте, попробуйте. Дебила. Крокодильчик, вон. Дебилы. Че он на меня там обрушится-то? Ты что-то сказать хотел? Ладно, посмотрим, что Заид тут прячет. Да, слишком это было просто. Ни в чем он не виновен. Ой, я думаю, Балан будет рад. За то, что мы ему... Подставного казачка в рядах найдем. Ну? На шахту он какой-нибудь в качестве рабов. Так, ну это мой, кстати. Скоро у него заряд заканчивается. Подожди-ка. Тут все, тут больше ничего. Так, куда мне там показывают-то задание? След активирует, да? Ну, в принципе, и так видно, куда она едет. Точнее, откуда. Сейчас, что такое было? Немного мимо. Да что это такое? Ничего ты не видишь. Да что ж ты останавливаешься, когда не надо? Да. Все, они увидели, кто им помог. Кого они там выслеживают, интересно? Тут сидят, смотри. Хм. Либо будет, а это что такое? А, господи. Лечилок ни хрена. Проблем дофига. Какие ты хитрожопые, а? И сколько они, интересно, так людей отловили уже. У меня была, кстати, мысль сказать, что я иду по своим делам, но в любом случае это наверняка закончилось бы тем же самым. Одинокая путница. Кто ее хватится, а? Даже если кто-то и хватится. Ну, погибла на просторах, машину затоптали. Мало ли что случилось. Возьму дорогу. Угу. Куда эта дорога ведет? Забавно. Слушай, смотри, целый форт. О, опять перебивать их. Перебивать. Ну, поняли. Следы ведут к той постройке. Может, на кое внутри? Ну да, ну так давай пойдем не через ворота, а через вот этот вход. Это нора, которая в яме сидит. Такая стройненькая. Слюни подбери. Заид сказал, товар не портить, а то много не дадут. Угу. Похоже, на кое держат здесь. И мне придется перебить этих охранников. Это легко. Пошары, уродцы. Так, я чувствую, я знаю, кто будет первым. Чувак, который сидит в курятнике. Здесь умерли предприятия. Нам здесь умирать незачем. Найдите ее. Так. Так, я же теоретически могу как-то тут залезть, да? Чтоб обломить жизнь этому товарищу. Недоделанному. Хотя даже забираться особо не придется. Дяденька. Один раб из подвала хотел меня укусить. Да, не кусачивай. Не, когда камень кидаешь, агрятся все, а когда свистишь... Только один дебил. Этот звук. Что бы это могло быть? Блин, их теперь двое. Таких умных. Этот ничего не видит, потому что он дебил. Что это было? Иди проверь. Господи, какие они тупые. Какие они, мать их, тупые. Я таких тупых давно не видела. Поэтому проверю. Сейчас труп увидит. Пошел он каким-то странным довольно путем. Где-то здесь прячется убийца. Иди проверь, где именно. Поищи. Надеюсь, это не один из наших. Он самый. Ой, я не могу с них вообще. Да черт, я тери. Что это за палка такая? Мужик. Отлично. Ой, я не могу. Чувак. Ну и сколько у вас тут таких дебилов осталось? Тут даже, понимаете, здесь не сфылится даже человек, который плохо играет в стелс, мне кажется, потому что таких дебилов еще поискать. Это просто эпично. Да безобразие. Черт. 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 Че хочешь что-то орешь-то? Хотя, я так понимаю, это уже все, да? О, ключик. Нет этой двери. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да что ж такое-то? Ох, тряпочки мешают. Эй. Как? Эм. Я поняла. Ну, они сказали в яме, кстати, да, точно. Там, наверное, люк какой-нибудь. Господи. Отобразить путь? Чей путь? Где путь? А, о, смотри. Так, подожди, слушай. Лишний отец. Отпу ты, господи, опять ты. Подожди, тут что-то было. А, вот. Отлично. Ну, пойдем поищем ямку. Может, здесь записки еще какие-нибудь есть? Так, давай, прежде чем что-либо это самое, я все-таки облутаю их до конца полноценно. Надо было, конечно, сразу это сделать, да? Вообще, я слышала там голоса, то, что помогите. Как-то странно работает. Ну, вон они. Все, чихну. Так, я не понимаю, господи. То в одну сторону меня ведет, то в другую. Ну, вот, господи. Поговори с Накоэй. Она знает, что делать. Господи. Развязать вас. Накоэй. Я от Джана. Все объясню, когда вытащим людей из этой ямы. Ты от Джана? Ну, надо же. Хоть одна из его молитв сработала. Ключ у меня. Я помогу остальным. Пойдем скорее. Я пытаюсь. Но, понимаешь, я могу с тобой по каким-то причинам только поговорить. Поговори с Накоэй. Она знает, что делать. Да, она, в отличие от меня, умеет развязывать веревки. Я так понимаю, да? Почему я не могу это сделать? Так, ладно, я пойду пока посмотрю, пока новые не набежали. Нифига себе, уже утро? Как так вышло? А, вот. Я знал, что с тобой будут неприятности. Но, в конце концов, наши усилия окупятся. Конец уже наступил. Для тебя и твоих людей. Потому что рыжая лопаушка. Вам отомстит, вороды. Да чтоб тебе. Повезло тебе. И снова повезло. А вот теперь уже не очень. Ты сволочь. Меня попали. Да как? Ох, блин. Дождь, действительно. А! Вот это сейчас подстава была. Даже не заметила. Засмотрелась. Что-то там бухтишь-то. Лежать. Блин, мне ту кнопку нажало для ворота почему-то. Не знаю почему. Ты охренел, что ли, вообще? Какую пожелость. Чтобы methods увидеть. Ближьи! Ближьи! Следуй. Продолжение следует... Но этот слишком легко отделался. Мой отец был охотником. Он учил меня, что убивать зверя всегда надо быстро. Как Заид сколотил шайку работорговцев? Вот эти вот подонки вместе с Заидом ходили в красные набеги. Новый король солнца выгнал их из армии. Но Заид как-то ухитрился выкрутиться. И подыскал дружкам новую работу, зарабатывать на торговле людьми. Как ты попала в плен? Я хотела убить его сразу, но не вышло. Он отпустил меня, чтобы потом поймали другие. А потом? Он сказал, они продадут меня в рабство, как и всех остальных, кто попадается им в руки. Но спешить не стал. Каждый раз, когда здесь бывал, он бил меня. Видимо, я задела его гордость. Тяжко тебе пришлось. Ерунда. Правда? Заид мёртв. Я была готова на всё, лишь бы этого добиться. И добилась. Но не своими стараниями. Так что... Что будешь делать? Эти люди сидели в подвале долго. Чем хуже они выглядели, тем труднее Заиду было их продать. Им нужна еда, отдых и надежда. Я позабочусь о них в Меридиане. Ты даже не попытаешься вернуться? А как же Джан? Матриархи меня не пустят. Да и всё равно бы я не пошла. Гори они синим пламенем. Ну, а Джан, я передам ему весточку. Буду скучать. Но пускай не волнуется. Интересно, если она стала изгоем, с ней разве будут разговаривать в Меридиане? На ней, конечно, ещё есть метки. Она может скрывать, что она изгой. Ну, в своём племени, но... Как-то странненько, не? Мне пора идти. А что у тебя за история? Небось, интересная, раз тебя сделали искателем. Если захочешь рассказать, отыщи меня в Меридиане. Я побуду там, пока остальные не встанут на ноги. А пока... Спасибо. Что помогла мне избавить мир от этой гнили. Не знаю. Может быть, теперь я наконец-то смогу вспоминать отца без боли? Она мне кого-то напоминает внешне. Не могу понять, кого. Как все будут готовы, пойдём в Меридиан. Ну ладно. Ещё раз спасибо за помощь. Пожалуйста. Так. Можно как-то облутать этого уродца. Удачи на моей стороне. Да ё-моё. Плюнь. Ну как, нормально? Я думал. Думал, нам конец. Но на кое я не теряла надежды. Неужели мы свободны? Если бы не на кое, я бы сдох. Если бы не я, вы бы все сдохли. Начнём с этого. Эх. Так, сундучок какой-то очередной. Мне кажется, в этом доме должны быть записки. Ну, вообще, точнее, не в доме, а в этом месте. Ну, чё-то как-то их не видать. Так, сундучки всякие. И трупики. Ну-ка, чё это у тебя тут? О, смотри. О, арбузики! О, честно, они разбиваются. Ну. Нет. Вообще нет. Жалко. Вроде бы нету, да? Так, ну это ящик. Туда забраться надо. Такая музыка напоминает, точнее, эмбиент даже. Напоминает эмбиент в игрушке The Swapper. Помните? Ох, огонь гравла. Нет, как будто бы ничего нет. Жалко, здесь нельзя дверцы открывать в эти маленькие домики. Просто хотя бы смотреть, чё там как-то. В этом плане, конечно, не хватает немножечко интерактивности с миром. Потому что здесь, в принципе, любопытно делают окружение. И было бы интересно просто зайти в какой-то домик, поговорить с тем, кто там сидит. В такие моменты понимаешь, что ты всё-таки не в полноценный RPG играешь, а больше в экшен-рпг, где ирпг, но это как бы... Где ирпг, точнее, не больше, чем экшена самого. Где такие мелочи не прорабатываются. Так, ну ладно. В принципе, здесь мы заделали всё, что могли. Здесь охотничеугодие, но... О, ещё тут заражало. Ой, у нас черт. Мои сильные черт. Так, относительно рядом, конечно, ещё этот. Ну, честно говоря, не очень хочется сейчас идти туда. Предлагаю дойти до чашечки. Вот мне интересно, что вот это за фигня там такая впереди. Наверняка там что-то интересное. Так, 160 метров. Блин, крокодилы. Не хочу с ними связываться. Здоровье уже не к чёрту. Вот это челюсти. Они белозубы пополам перекусят. Так, беги. Беги-беги-беги-беги-беги-беги. Беги-беги. Нельзя, к сожалению, и бежать одновременно, и выбирать эти самые. Только уворачиваться, если. Тихая. Ой. Так. Да хрен уж с ними, слушай. Как тут и залезть? А, вот тропочка, да? Вот, блин. Это жирный, жирный белозуб, который не белозуб, который не ходеет, да? Пускай идёт нафиг. Так, это же оно? Нет, не оно. Уж какие-то страшные места. Так захочешь убежать, и в тупик прибежишь? Можно расслабиться. Думаешь? Мне вот почему-то так не кажется. Я хочу с кораба. У меня есть чем тебя угостить. Только не говори мне, что... Ах, ты ж твою мать. Ладно, ясно, понятно. Вот никогда не бывает. Никогда ты не будешь нападать на одного, чтобы он один и остался. Всегда какая-нибудь сволочь ещё придёт по твоей душу. А то и две. Закрой рот. Ну, он это почувствовал. Ну, не так сильно, как хотелось бы. Ушли, что ли? Вот они всегда так делают. Ну уж нет. Вот почему они всегда так делают, а? Вот почему они всегда так делают? Так, где там эти куски, которые отвалились? Они меня выслеживают. Пускай выслеживают. Что это? Сволочи. Только патроны на них. Не возвращайтесь к своим делам. Точнее, стрелы на них патроны. Ну, так всегда всё. Вот отходишь чуть-чуть подальше. И всё, ебан. Я вообще за чашкой собиралась. Ну, как-то вот оно странно. А, хотя вот. Да? О, привет. Подожди. А, чёрт. А, нет, это жар... Я это возьму. Эй, уродцы. Месть пришла. Месть пришла, ага. Нужно его надеть. Ух, ух. Самонаводящаяся фигета. Чёрт, я думала, что-то как-то оно не так быстро закончится. Охренеть, ты чё такой бешеный? Месть пришла, ага. Спокойно. Так, стись. Всё, ты теперь со мной. Смирись с этим. Вперёд, фас. Жалко, кажется, что я тебе отстреливала всякое добро. Всё, стрелить тебе больше нечем. Снова против меня, что ли? Мне показалось. Да какого хрена ты это делаешь? Главное, как! Ой уж. Шаровые долбаные. Ну, слушай, меня бесишь. Конкретно так бесишь. Так. Прямо конкретно. Куда ползёшь, то сказать. Так, подожди-ка. Они опять это делают. Они опять, мать его, это делают. Недобиток. Там трое, да? Ну, давай. Своим-то оружием не сильно приятно, да? Точно, цель. Ага. Сейчас. Ещё разок. Вот тебе мало, да? Чёрт. Вот так вот. Ибо нехрен. Я царь, горы. У меня уже много вещей. Не так много. Как ты думаешь? Хотя, конечно, этих искровых у меня довольно много. Если не сказать до хрена. Вот их патронов всегда мало. Так. Я поняла главную проблему нынешнего нашего путешествия. Чёрт, не хватает. Вообще ни на что. Раньше было много маленьких каких-то этих самых. И один большой. Теперь больших много. И один очень большой. Если он есть. Вот в чём беда главная. Чёрт. Чёрт. Хоть продавай уже эту морозильную траву. Ой, траву. В воду. Так. Моя чашечка где-то там. Это всё ради чашки, понимаешь, Карл? Но. Зато опыт. Чёрт возьми. Кстати, насчёт опыта. Сколько? А, один. Точно. Ну, я прям даже не знаю. Просто если бежать по сюжету, то здесь особо ты и не прокачаешься. Без прокачки тут прям тяжко, на самом деле. Чё, поползли. Чё, поползли. Чё, матёжка. Чё-то чашки-то и не видать. Да здоровы, дофига. Но чашки-то нет. Где чашка? Господи. А чё исчезла тогда? О, смотри, какая. Страшноватая зона немножко. Прям чувствуешь подвох. Мешок и так уже набит. Так. Потрескавшись и сосуд из числа тех, что высоко ценится. Претя чудесей, ла-ла-ла. Мне почему-то кажется, что здесь должны быть аудиозаписи, но чё-то как-то не видать. Не удивлюсь, если здесь потом будет ещё какой-нибудь квест, ну такой полноценный, кстати, мишенька. Мм. Ты чё, за это зацепиться нельзя, что ли? Не, нельзя, смотри. Я думал, можно зацепиться, типа, ещё дополнительный подъём наверх. Я, конечно, понимаю, что он не жёлтый, но... Слушай, ну, стоит ли это сейчас обрушивать? Здесь явно что-то будет потом. Сюжетное. И таким образом я смогу на врагов обрушить. Просто не знаю, отреспаунится эти крепления или нет. Не хотелось бы проверять. Одно мы уже поломали. Ну, это, наверное, задание из Меридии, она будет. Может, откуда ещё, да? Не, вроде тут ничего нет. Хорошо. Чё с побочными? Только... Только основное осталось. То есть, даже к тому чувачку не надо вернуться. Нуля, отня. Так. Ну, в принципе, да, можно идти в Меридиан. Уже пора бы, на самом деле. Потихонечку. Давайте вот сюда телепортнёмся. И, в общем-то, я думаю, уже в следующей серии отправимся в Меридиан. Потому что, как я уже сказала, уже пора. Чё ты же он такой, господи? Ладовый. Вы заметили, кстати, в этой локации, в этих, типа, пустынях, таких вот, нет дождя. В лесу постоянно было что-то, а здесь вообще нету. Засуха 100%. Ну, практически. Эх, в общем... В общем, да. В следующей серии всё. Меридиан ждёт нас. Чёрт возьми. Хотя, конечно, лучше бы от него... Точнее, в него туда идти. Как-то, может быть, откуда-то отсюда. Кстати, обзорная точка. Так что, да. В общем, поздравляю. Пойдём к сюжету, наконец-таки, да? В общем, ребятки. Ребяточки. Надеюсь, что эта серия вам понравилась. И если это так, обязательно ставьте пальцы вверх. Ставьте свои комментарии. Пишите, в общем-то, как вам на данный момент игра. Что вам нравится на данный момент. Что вам не нравится. Именно в игре. Потому что, если что-то есть, что не нравится в прохождении, я не понимаю, тогда зачем вы её смотрите. Не ясно мне это было никогда. Знаете, вот есть такие люди, кстати, на этом прохождении тоже довольно в большом количестве, которые... Блин, ты так долго идёшь там по сюжету, ты такая тормознутая. Все уже там прошли игру к этому времени. Просто Тони Старк мем. Понимаете? Что эти люди здесь делают, я вообще не понимаю. Если с самого начала было сказано, что прохождение будет подробным, такое ощущение, что они рандомно, знаете, ткнули какую-то там серию и ноют. Вот странные люди. Я надеюсь, что вы не из их числа, поэтому, если вдруг вы страдаете от того, что я долго путешествую, ну, как бы, ребят, намёк понятен, да? В общем, ребятушки, надеюсь, что всё-таки среди вас больше тех, кто ценит, наоборот, то, что мы не бежим по сюжету, а исследуем мир. Поэтому, если... Точнее, не поэтому, а потому, ставьте пальцы вверх. Вторые. Оставляйте, как я уже сказала, комментарии. Не забывайте, пожалуйста, про группу ВКонтакте. И, в общем-то, до встречи в следующей серии. С вами была Сэв. Пока-пока.